Одесские дворики это уникальное явление и культурная особенность нашего города. Фактически это что-то среднее между прихожей и общим тамбуром. Именно там проводились застория с поводом, без повода. Собственно, как раз в одном из таких легендарных двориков мы сегодня и побываем. Это дом на Гоголя-6. Именно здесь поселилась крайне необычная достопримечательность. Точка счастья в каждом домике. Вот, например, это дом, в котором в тебя верят, любят и ждут. А це буде нічок счастья, у якому живе кухання, взаиморазуміння та хармонія. Туристы – частые гости в этом ярком и одновременно уютном месте. Их сюда манит любопытство. Как отмечают наши собеседники, каждый одесский дворик – это отдельный мир со своей историей. Есть энергия, есть энергетика. Очень красиво, очень так вот прям все исторически, прям чувствуется все. Ну, приятно, приятно, что все у вас тут приятно, куда не зайдешь. Детская антитичность, она вот во всех дворах абсолютно разная и вот… Одновременно одинаковая. Одновременно одинаковая, да. То есть, как бы колодцы, но вот каждый дворик по-своему украшен. Какая-то вот особенность каждого двора. Вам хочется приезжать и приезжать, даже если уже сто раз все видел. Так что будем приезжать. Ну, во-первых, мы видели в Инстаграме фотографии, но не знали, в каком точно дворе. А тут мы проходили мимо и случайно увидели вот эти вот домики прекрасные, зашли посмотреть. Туристы могут не только заглянуть в окна счастливых домиков, но и насладиться знаменитыми фразами любимых актеров. А не только мне нервно, Мэри! Мама! А, Кира, ты стыкала за такую дочку? Она хочет погубить маму. Она хочет, чтобы мама разобрала сердце. Это сердце и есть точка счастья этого двора. Именно здесь туристы и деситы оставляют свои пожелания и подписи. К слову, именно здесь находилась и сувенирная лавка, где каждый желающий мог приобрести себе вот такой вот маленький деревянный домик. Но, к сожалению, не выдержав карантина, владельцам пришлось уйти с этого места. Более того, в этом дворе сохранился старинный колодец 19 века, который, кстати, тоже можно считать одним из символов одесских двориков. Конструкция вот такого колодца заключалась в следующем. Дождевая вода по водосточным трубам поступала в резервуар от стойник, куда сбрасывались первые порции загрязненной воды. Далее через фильтр вода поступала во второй, основной резервуар. К слову, вода из таких цистерин считалась более вкусной, особенно для приготовления чая. А при сдаче в наем квартир указывалось как достоинство количество сладкой воды из цистерны. Впрочем, это один из тысячи одесских двориков, которые мы посетили. К слову, дом с атлантами, пряничный дом и колоритные дворики этой улицы стали героями многих кинолент.